А теперь мы переходим к семнадцатой, семнадцатой главе. Прошло еще четырнадцать лет. Что такое жизнь веры? Это жизнь, в которой долго приходится ждать того, что хотелось бы иметь сейчас. Это жизнь, в которой зачастую день за днем ничего, как кажется, не происходит. И думаешь, может быть, Бог обо мне забыл? Нет, Бога мы, конечно, не обвиняем, или, по крайней мере, не должны обвинять. Но мы думаем, может быть, я ошибся. Может быть, я неправильно его понял. Может быть, того, что я жду, он мне и не обещал. Возможно, что с момента, который мы читали до сих пор, только что, до следующей встречи Авраама с Богом, прошло тринадцать лет. Ведь Библии у Авраама не было тринадцать лет. Давайте зададимся таким вопросом. Сколько можно ждать Бога? Насколько Бог заслуживает нашего долготерпения? В какой момент мы можем сказать, все, Бог не достоин моего доверия? Через месяц? Может быть, два месяца? Дети израильские ждали сорок дней, пока Моисей был на горе. И израильтяне говорят, мы не знаем, где Моисей, не знаем мы, что с ним. Будем поступать так, как сами хотим. Это, пожалуй, одна из самых страшных трагедий Ветхого Завета. Они начали поклоняться золотому тельцу. А сколько мы ждем Бога, прежде чем сами начинаем поклоняться золотому тельцу? Я разговаривал с этим человеком, который бросил жену, он называл себя христианином, но он бросил жену, стал жить с другой женщиной. Я пришел к нему в гости и призывал его к покаянию. А он мне и говорит, да что толку быть христианином? Ничего хорошего в этом нет. Жизнь христианина – штука скучная. Человек этот был атлетического веросложения. Казалось, что он проживет много-много лет. Но во время игры в гольф он внезапно умер. Ему было сорок лет. Сколько нам стоит ждать Бога? Какого доверия он от нас заслуживает? Вспомните, Абрам прождал 24 года, потом еще 13 лет. 24 года? Подождите. Когда Бог его впервые призвал, он уже был слишком старый. То есть с самого начала призвания Абрама он уже был слишком старый. И после такого начала, начала в старости, Абрам потом ждет 24 года. Вы можете себе такое представить? Но для Бога никогда не поздно. И для вас никогда не поздно начать праведную жизнь. Ну и что, что вы в прошлом дров наломали? Принесите все это к Кресту Христову и начните снова. На протяжении всего этого времени Авраам доверял Богу. И в 17 главе книги «Бытие» происходит три важнейших события. Читая 17 главу, помните, пожалуйста, об этих событиях. Во-первых, в начале 17 главы Бог снова является Авраамом. «Я Бог всемогущий, Эл-Шадай, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И дальше очень важная вещь. Он говорит «Я дам тебе новое имя». Пожалуй, это для Авраама было очень долгожданным событием. Вы знаете, что значит слово Авраам? Авраам значит «Превознесенный Отец». Представьте себе, живешь ты такой 99 лет, и всем говоришь, что тебя зовут «Превознесенный Отец». А тебя спрашивают... О чем тебя спрашивают? «А, превознесенный Отец? А детей-то у тебя сколько?» Тогда ты говоришь горькую правду. «Да нет у меня детей». К 86-ти годам он, правда, мог сказать «Есть у меня такой сынок, Исмаил, но он у меня не от жены». Можете себе представить такую жизнь? Ко мне обращаются и спрашивают, меня спрашивают «Как тебя зовут?» Я говорю «Меня зовут Худой». «Худой? Маленький? Да, малюсенький. Худой». Он тебе говорит «А тебя теперь будут звать худющий». «Малюсенький». «Как?» — говорю я. «Что?» Вот то же самое случилось с Авраамом. Имя Авраам означало «Превознесенный Отец». И знаете, что говорит Бог? «Пришел тот день, когда пора тебя переименовать». «Здорово. Так как же я тебе буду называться?» «Твое имя теперь Отец множества». «Отец народов». «Ничего себе! Отец народов!» «Да у меня ни одного ребенка нет!» «Ну, слава Богу, хоть этот, Исмаил, есть». Бог требует от нас такой веры. Но Бог дает веру сила, которая не измеряется временем нашего ожидания. Бог дает веру, которая укрепляется к концу нашей жизни. К концу жизни она крепче, чем в начале. Но вот вопрос. Отчего укрепляется наша вера? От того, что Бог дает нам все, что мы хотим? Или от того, что мы обретаем самого Бога? От того, что мы получаем, обретаем все желаемое? Или от того, что мы обретаем познание Бога? Честь общаться с Ним. Наша проблема заключается вот в чем. Бог получает наслаждение от процесса работы с нами. А мы хотим конечного результата. Но в процессе работы с нами Бог уделяет нам гораздо больше внимания. Представьте себе, женщина-девушка влюбилась в молодого человека, но она не уверена, любят ее или нет. До свадьбы она активно молится Богу о том, чтобы эти отношения укрепились. Человек ждет появления ребенка и молится Богу. Человек хочет получить новую работу, и в процессе обретения новой работы он молится Богу. У человека болеет ребенок, и он молится Богу до выздоровления этого ребенка. А потом мы получаем просимое, и Бог нам как бы уже и не нужен. Бог хочет, чтобы мы и после этого обращались к Нему, чтобы мы и после этого познавали Его, чтобы мы и после этого любили Его и общались с Ним. В жизни Авраама Бог начал свой труд очень поздно. И я уверен, что когда Бог обещал ребенка впервые, Авраам и Сара решили, что все будет через 9 лет. Нет. Прошло 24 года. А беременности все нет. И Бог говорит, все, тебя теперь не будут звать Превознесенный Отец. Тебя будут теперь звать Отец Многих. Отец Множество. Это первое, что он делает. Второе. Он объясняет, что такое обрезание. Нас здесь и братья, и сестры. Об этом в такой аудитории сложнее говорить, но приходится, ведь в Библии об этом написано. Здесь есть некоторая ирония. Саре предстоит иметь ребенка. Значит, Авраам должен быть силен, как мужчина. У нее должна быть мужская сила. Что я должен сделать? Как бы говорит про себя Авраам. Да, именно это. И не только ты это будешь делать, но все твои сыновья, все твои потомки мужского пола. Это признак, это знак твоего завета, моего завета с тобой. Исайя 55, 55 глава. Бог говорит, мои мысли не ваши мысли. Да уж, конечно, не наши. Некоторые богословские формулы похожи на перевертыши. Поменяешь местами. И работают. А другие не работают. Например, Бог есть любовь. Правильно. Но нельзя сказать, любовь есть Бог. Мы сотворены по образу Божьему. Правильно. Но Бог, как мы. Нет. Бог по нашему образу. Нет, это неправильно. Если бы Авраам выбирал знак завета, вряд ли он выбрал бы такой знак. Но Бог выбрал за него. И происходит третья вещь. Еще раз. Первое. Бог его переименовывает. Второе. Он объясняет обрезание. Бог объясняет обрезание. И третье. То, чего хотел Авраам с самого начала. Знаете, если Бог вам что-то обещает, какой у вас первый вопрос к Богу? Когда? Когда? Первый вопрос Авраама был такой. Когда? Но это последнее, что говорит ему Бог. Последнее, на что отвечает Бог, это вопрос, когда? Вы знаете, что Христос придет за вами? Вы знаете, что Христос придет, и вы будете царствовать с Ним? Когда? Когда? Не знаю. Не знаю. Но придет. Обратимся к двадцать первому стиху. Он называет ребенка еще до его зачатия. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Он отвечает на вопрос, когда? Ровно через год. Они-то ожидали этого еще в первый год своих отношений с Богом. А получили на двадцать пятый год. В это время, на другой год, 22 стих, и Бог перестал говорить с Еврамом и восшел от него. Расскажу вам одну поразительную историю. Она начинается в восемнадцатой главе и продолжается в девятнадцатой. Восемнадцатой главе история посещения, ангельского посещения. Три небесных гостя приходят в шатер Авраама и Сары. Авраам пытается уговорить их остаться. Они куда-то спешат. И в третьем стихе Авраам говорит, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Отдохни, прими душ, перекуси, побудь со мной, не уходи». Вот представьте себе жаркий день. Авраам сидит у входа в свой шатер. И подходит три человека. Они называются, их называют людьми, мужчинами, мужами. Но он кланяется им. Он кланяется им. Он в свое время отказался кланяться царю Содомскому, а этим кланяется. И просит их остаться. И он говорит жене, «Приготовь еду этим гостям». И готовят она ужин, великолепный ужин. Потом они его спрашивают, «Где твоя жена?» Но вот в шатре они ему говорят. Один из них ему говорит, «Я вернусь к тебе в это же время через год, и у Сары, жены твоей, будет сын». Этот гость повторяет Аврааму то же самое, что уже говорил ему Бог в предыдущей главе. «Через год у твоей жены будет сын». Сара рассмеялась. Она внутренне рассмеялась. «Мне ли, когда я состарилась иметь сие утешение?» Она не верит в обетование. «Господь говорит Аврааму». Второй стих. Второй стих. Они называются мужами. А теперь тринадцатый стих. Один из них говорит, обращаясь к Аврааму. Но в тринадцатом стихе он называется «Господь». Что же у него за гости такие были? Я полагаю так. Двое из них были ангелами. Один – Христос в своем ветхозаветном явлении. Вторая ипостась Троицы. Потом Господь сказал Аврааму, «Отчего эта Сара рассмеялась, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок буду я у тебя в следующем году. И будет у Сары сын. Трижды повторяется одно и то же. Сара солгала, говорит, «Я не смеялась». Он говорит, «Нет, ты смеялась». Бог знает наше отношение к Его обещаниям. Какой же урок мы можем из этого вынести? Сына получила она не по своей вере, а по Его благодати, по Божьей благодати. И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, видите, Господь среди них, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» В 20 стихе он говорит, «Вопль садомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль о них, восходящие ко мне или нет». «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом». Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Значит, двое ушли, один остается разговариваться с Авраамом, и этот один и есть Господь. Что волнует Авраама? Что волнует Авраама? Он знает, что происходит в Содоме. Он знает, что это за люди, которые пришли к нему, и он знает, что в Содоме совершаются невероятные злодеяния. Он знает также, что его гости чисты и непорочны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!